А проиллюстрировать я это хочу, друзья, одной очень интересной технологией, очень интересной новостью, которую я озвучил на прошлом вебинаре. Помните, когда министр сельского хозяйства Ткачев, это бывший губернатор Краснодарского края, на встрече с китайскими партнерами, неожиданно, во всяком случае для меня это была полная неожиданность, когда он заявил о том, что мы рассматриваем экспорт воды с Алтая через Казахстан на территорию Китая, как очень перспективный бизнес в объеме до миллиарда тонн. Чтобы было понятно, что мы сегодня экспортируем нефть, не экспортируем, а добываем нефть в пределах 540 миллионов тонн, а на экспорт идет около 300 миллионов тонн. То есть это говорит о том, что объемы экспорта воды могут значительно превышать сегодня экспорт нефти. И сегодня уже на уровне такого чиновника наконец доходит понимание, что экспорт воды это крайне доходная вещь. Мне это интересно и очень забавно слышать, потому что я первый раз об этом услышал от инженера Юницкого уже 16 лет назад, и для меня это сразу стало очевидным, потому что он настолько аргументированно показал технологию SkyWake, струнные технологии Юницкого, и как они дают преимущество при транспортировке воды. И соответственно, что ее нельзя ни в коем случае транспортировать по трубе, потому что труба убивает основные лечебные качества воды. Ее можно экспортировать только в замороженном состоянии, что это является единственным и пока известным в природе конденсатором холода. Но что самое главное, друзья, тут много говорят о вечных двигателях, об энергетике и так далее. Я всегда задаю вопрос из школьной физики, из школьного курса. Вы знаете, какая теплоемкость тонны льда? И никто этого, естественно, не помнит, хотя икипедия, возьмите, посмотрите. Так вот, при минус 18 градусах теплоемкость тонны льда в 4 раза выше, чем теплоемкость стали. То есть, другими словами, в миллиарде тонн льда, которые мы будем экспортировать, находятся энергии, которые позволяют расплавить 4 миллиарда тонн стали. Вы можете себе представить 4 миллиарда тонн стали, когда ее сегодня во всем мире выплавляется меньше двух? То есть, это два объема всей выплавляемой стали на Земле. Так вот, такое количество энергии сосредоточено во льду. Поэтому, чтобы вы понимали, что когда мы говорим о транспортировке Байкала, и не только Байкал, это Байкал, Таймыр, это Телецкое озеро, то есть, у нас есть десятки и сотни озер, которые обладают уникальной водой, которые позволят развивать этот уникальнейший сегодня бизнес. И когда это приходит к пониманиям такого рода чиновников, как министр сельского хозяйства Качоп, Но что самое интересное, друзья, после нашего вебинара, буквально на следующий день, я включаю новости, и Сергей Юрьевич Глазев в интервью начинает говорить, что вода основной ресурс, и мы также готовы сегодня к экспорту. Я, честно говоря, сначала не поверил своим глазам. Вот, то есть, если, можно, Алексей, сбрось ссылки на Ткачева и на Глазева, которые есть, которые также познают. Таким образом, друзья, мы на прошлой неделе, вот, между нашими вебинарами получили, а чем Сергей Юрьевич Глазев для меня, как эксперт, крайне авторитетен, и крайне важно его, именно, мнение о проекте Skyway, потому что мы с ним находимся в таких дружеских, ну, я бы сказал, научных спорах уже более 15 лет. И, соответственно, я очень скептически отношусь к его прогнозам, которые он начал делать, еще будучи самым молодым доктором экономических наук в 1990 году, когда он дал прогноз развития Советского Союза на 30 лет. И ошибся во всем. Первое, он ошибся в том, что через год уже не было Советского Союза, а второе, он структурировал отрасля экономики таким образом, что там не предусмотрел самого крупного рынка IT. То есть, по его прогнозам этого рынка нет. Поэтому, как можно прогнозировать и утверждать, что ты делаешь правильный прогноз, если 10% мировой экономики ты просто при этом не описываешь? Ну, я считаю, что это цена прогнозов ноль. Но не основная эта вещь. Я с Сергеем Юрьевичем очень долго пытался и донести, и убедить в том, что ядром шестого технологического уклада, а Сергей Юрьевич Глазев является последовательным ученым, который развивает теорию Абалкина, а она идет своими корнями еще в начале 20 века, это Николай Кондратьев, это теория длинных экономических и технологических волн, с чем я абсолютно согласен. Так вот, когда мы подошли к анализу пятого технологического уклада, у нас разногласий нет, а вот когда стали обсуждать и рассуждать и описывать шестой технологический уклад, то Сергей Юрьевич Глазев категорически не принял транснет, он категорически не принял струнные технологии, и ему утверждением было, что ядром будет биоинженерия, что нанофотоника и, соответственно, развитие вот этих новых компьютеров на основе квантовой теории. как волновой теории. Естественно, что мы это возражать нисколько не будем, но по саму определению, которое дает Николай Кондратьев, ядром является то, что доминирует в укладе. И сегодня глупо отрицать, что весь 20 век доминировала именно экономика, связанная на нефти, на двигателях внутреннего сгорания, на автомобилестроении, на судостроении, на авиации и космонавтике. Это ядро, то есть это переработка углеводородного сырья, который идет из нефти, это ядро экономики. При этом были еще десятки и сотни технологий, которые также развивались. Но это основное. На сегодняшний момент утверждение наше заключается в том, что ядром шестого технологического уклада является транснет, как агрегированная среда, как в пятом укладе интернет, но основой технологии является преднапряженная стальная струна, которая сегодня идет как струнные технологии инженера Юницкого. И не принимать это сегодня так же глупо, как сегодня отрицать интернет. Я понимаю, что Сергей Юрьевич Глазев в 90-м году еще не понял, что такое интернет, он не понял, что такое Skype, WhatsApp, Viber, GPS и так далее. Поэтому ему описать это было тяжело, но на сегодняшний момент приходится признать, что транснет это ядро технологий. И здесь мы как раз с ним пока не находим язык, но чем интересно, что технологию, которая идет производной от транснета, то есть транспортировка пищевого вольда и пищевой воды, Сергей Юрьевич принимает. И я считаю, что это очень серьезная наша общая победа. Я считаю, что это наше общее понимание о том, что такого уровня ученые, которые являются советниками президента, которые являются академиками международной и Российской академии наук заведующими кафедрой направления, они признают, что экспорт воды для России это становится сегодня ключевым моментом. Для нас это как-то интересно слышать, потому что, наверное, на протяжении всех вебинаров, которые идут три года, вы это слышите, теорию. Вы не раз это слышали от Юницкого, который показывал все это. А я сразу могу сказать, что я первый раз услышал это только от него. И как бы это необычно звучало, потому что тогда не очевидна была сама концепция Skyway, а сегодня она абсолютно уже общепринята, общедоступная, и сегодня вы можете верить, не верить, но основное недоверие, друзья, как это ни странно идет к проекту, это по срокам, что построите вы в ближайшие 3-5 лет десятки и сотни тысяч километров, или это будет строиться 10, 20, 30 лет, что говорят в основные скептики. На что здесь ответ, друзья, очень простой, потому что таких сроков, как сегодня 10, 20, там тем более 50 лет, их просто нет. Поэтому Transnet будет развиваться со скоростью более высокой, чем развивался интернет. Поэтому здесь очень важно и очень четко понимать, что транспортировку льда, пищевого льда, без концепции развития Skyway рассматривать просто невозможно. А дальше, друзья, которые мы делаем утверждение, исходя из общей концепции Transnet и Skyway, то, что дает технология и то, что не может понять и принять никто, любой, кто находится внутри технологии, это утверждение о том, что транспортировка миллиардов пассажиров на евразийском пространстве будет бесплатным. Это тоже вызывает у экспертов очень большое возражение, как это бесплатно, хоть минимальная цена, ну так далее, и так далее. А здесь четко можно утверждать, что при таком грузообороте, который будет давать лед и вода, и из Европы в Азию, из Америки в Европу и в Азию будет транспортироваться огромное количество ресурсов именно через Transnet, то перевозкой пассажиров здесь можно будет именно с точки зрения, как Skype в интернете предоставляет услугу сегодня бесплатной перевозки, точно так же перевозка пассажиров в сети Transnet, именно Eurasian Rail Skyway, евразийской компании, которую мы сегодня с вами выводим на рынок, она так же будет предусматривать чисто символическую цену, которая будет стремиться к нулю, и по мере того, как будет развиваться товарооборот, и транспортировка льда цена будет падать. И это, друзья, уже те, кто находится не внутри Transnet, не внутри струнных технологий, ему это объяснить невозможно, как это можно сегодня представить, перемещение с комфортом первого класса самолета сегодня, который есть, еще за символическую цену, которая стремится к нулю, и которая будет доступна не то, что каждому студенту, но и, соответственно, всем, кто живет на этой территории. А это, друзья, те возможности, которые дают Transnet, и это та фраза, которую я всегда заканчиваю вебинар для новичков, и которую я неоднократно повторяю уже для тех, кто в проекте. Друзья, за ближайшие 10-15 лет жизнь изменится настолько непредсказуемо, и вы даже не можете представить, насколько изменилось, так же, как трудно было представить, что 6-летний сынишка сегодня по скайпу, через планшет общается с учительницей по английскому из Болгарии. Я, допустим, 3-5 лет назад такое не мог даже представить, а когда я учился в школе, я вообще не мог это понять, и сегодня вопрос, папа, какой у тебя был интернет в школе, я, соответственно, друзья, просто стою в тупике. Точно так же, друзья, мы сейчас подходим к Transnet, и очень многие вещи, которые будут происходить в ближайшие, буквально, друзья, год-два, это не какие-то заоблачные и дальние сроки, это год-два, вы будете видеть те изменения, точно так же, как сегодня интернет с помощью смартфона внес и планшета, и ноутбука, внес в нашу жизнь изменения, которые сегодня оценить, тем более, категориями 20 лет назад невозможно. И это, друзья, еще очень интересное одно направление, которое приходится признать, и это говорит, что в стане наших сторонников прибавляются такие люди. Еще одно очень интересное, сегодня сделал заявление наш вечный, теперь уже трудно сказать, он или оппонент, или партнер, или друг, или конкурент, так сказать, это сегодня, это Эйлон Маск, на которого мы очень много ссылаемся, и с которым стенды у Анатолия Ивановича Юницкого будут напротив друг друга на берлинской выставке инноваций в сфере транспорта, это тоже будет интересно. У Алексея есть любимая тема, он продвигает о том, что мы с Маском будем делать космический проект совместный, когда мы сегодня уже делаем описание из отдела седьмого технологического уклада, это создание следующей сети SpaceNet, также с помощью технологии Юницкого, и там мы с Элоном Маском можем пересекаться в том плане, что мы делаем орбитальный комплекс, а он может лететь дальше на свой Марс, какие он ставит свои задачи. Но в данном случае мне интересно было поставить вопрос, который обозначил очень серьезный Элон Маск в связи с развитием своей программы по электромобилям, по Tesla 3, которых он собирается в следующем уже году производить 500 тысяч экземпляров. Так вот, самая интересная проблема, которая сегодня стоит, это нехватка литиево-ионных аккумуляторов, которые будут давать серьезную зарядку и движение до тысячи километров на одной зарядке аккумулятора. И здесь оказалось, это я первый раз услышал от Элона Маска, тоже, Алексей, если можно, сбросить ссылочку на эту статью Элона Маска, в которой он обозначил эту проблему, о том, что сегодня соли лития, которые сегодня являются основой для производства литиево-ионных аккумуляторов. Они находятся сегодня в основном в Боливии, недалеко от месторождения Мутун, про который мы вам не раз рассказывали. Это в центре латиноамериканского континента находится мощнейшее месторождение по железной руде, оно называется Мутун. Так вот, оказывается, недалеко от него, вглубь материка, есть месторождение, там озера, которые содержат литиевые соли. И еще есть очень крупнейшее месторождение, оно находится в высокогорье Чили. Соответственно, сегодня становится современной экономикой, крайне востребовано освоение этих месторождений. И здесь я могу сказать, что как раз только технология Skyway. Здесь мы с Элоном Маском абсолютно не конкуренты, потому что, вот он объявил, что на прошлой неделе он 80 миллионов долларов собрал именно по краудинвестингу на технологии Hyperloop. Так вот, я могу сказать, что литиевую воду или руду он не сможет возить своими трубами, которые он будет делать для перевозки пассажиров с большими скоростями на земле. Поэтому в этом плане мы с ними, друзья, абсолютно не конкуренты. Я думаю, что мы тоже с Элоном Маском здесь найдем общий язык. Так вот, друзья, это я в плане шутки говорю. Так вот, друзья, что здесь основное сегодня надо понимать? Элон Маск, он формирует тренды. То есть это признанный в мире авторитет, который заявляет о трендах, которые сегодня идут. Так вот, тренд с аккумуляторами, а я могу сказать, что во всех юнибусах, юнибайках, юнилетах также необходимы будут эти литиевые аккумуляторы. Поэтому я могу сказать, что это также направление для Транснета и для Скайвэя, которое крайне необходимо развивать. Но прийти и развивать эти месторождения можно только с помощью струнных технологий. И в этом плане мы можем сразу ставить цели и задачи, никто другой, которых их не может проектировать, а тем более оценить с финансовой точки зрения отдачу. Поэтому сегодня те экономисты, которые считают спад на ближайшие 5-10 лет для мировой экономики, те, которые сегодня говорят о рецессии, которые ожидает мировую экономику, это, друзья, те, кто просто не понимает, что такое технологические уклады и какая смена произойдет в ближайшие 2-3 года. Потому что те бизнес-планы, которые мы сегодня оцениваем и уже начинаем обсуждать с крупнейшими инвесторами, я могу сказать, друзья, они обладают просто колоссальнейшей доходностью и просто интереснейшими перспективами. Потому что на сегодняшний момент, если говорить вчерашней экономикой, то есть те, кто занимался инвестированием в нефть, продажей автомобилей внутреннего сгорания, для них непонятно, как можно сделать сегодня экономику на производстве литиевых солей. Зачем такое количество сегодня аккумуляторов, если у всех стоят двигатели внутреннего сгорания? И только тот, кто обладает знаниями и пониманием мышлением о том, что завтра электромобиль станет ключевым формой перемещения, для того аккумуляторы становятся ключевым бизнесом. И здесь как раз Эллен Маск нам большой союзник. Единственное, опять же, как и про Сергея Юрьевича Глазева, я могу сказать, что единственное, Эллен Маск ошибся в том, что это будут не Тесла 3 и не автомобили первого уровня, то есть конкурирующие с автомобилями внутреннего сгорания, а это будут Юнибусы, Юнибайки второго уровня, это транспортная сеть Транснет, которые будут фактически транспортными андроидами, то есть это роботы, которые будут перемещаться в автоматическом режиме. И это новая эра Транснета, это новая эра Скайвея, которая сегодня подходит. А здесь, а в остальном мы, конечно, с нашим другом Элленом Маском в остальном совпадаем, то есть мы абсолютно согласны с тем, что сегодня производство аккумуляторов это будет ключевой отраслью, и мы будем ее готовить, но в отличие от него у нас есть технология, которая будет рассматривать разработку этих месторождений. Поэтому, друзья, это очень еще одно интересное направление, и мы вас много будем еще знакомить с чем интересным в таких подходах, и это все, друзья, основа, которая позволяет утверждать, что капитализация интеллектуальной собственности и тех обязательств, которые сегодня выдает корпорация Skyway, они просто не имеют границ, что производство сегодня такие компании, как Apple и Dell, и то, что производят сегодня продукты программного обеспечения, они сегодня на порядок ниже капитализируемы, чем то, что будет капитализироваться технологией Transnet. Но это, друзья, как раз то, что мы с вами делаем, и мы это будем делать, начиная с простых небольших адресных проектов, которые будут постепенно набирать свою мощь, но, тем не менее, я могу сказать, что некоторые адресные проекты, такие как Mutun, или такие как Вьетнам, ряд освоения месторождений, перевозка пассажиров, такие как Монголия, они будут крайне интересные и будут весьма и весьма существенны с точки зрения привлекательности потому что это активно развивающееся направление и буквально в ближайшие 2-3 месяца мы увидим с вами очень интересные направления работы именно в таком виде проектов и соответственно у нас появится огромнейшее количество партнеров, которые каждый будет развивать вот такое одно из своих направлений. А мы, соответственно, друзья, с вами уже сформировавшись в крупнейший на тот момент инвестиционный фонд, будем обладать возможностями инвестировать множество и венчурных научных направлений и адресных проектов, которые будут давать очень серьезную доходность с применением технологии Skyway. Ну, друзья, на этом я делаю небольшой перерыв. Сейчас я передаю слово Алексею Суходоеву. Он, как всегда, даст свою точку зрения на интересные вопросы, которые он всегда освещает. А я в конце, как всегда, отвечу на ряд таких небольших вопросов, которые связаны с компенсацией затрат на поездку, что будет дальше с дисконтами и, соответственно, как дальше будет распределяться земля на Дальнем Востоке. Я эти все вопросы сегодня поставил в один ряд, потому что для нас они все... проект Skyway предоставляет для нас колоссальные возможности, дорогие друзья, и абсолютно правильно Максим Шабанов в чате написал, что со Skyway все будут иметь рано или поздно дело, так как это основа новой будущей мировой экономики. И, как я и обещал, на прошлом вебинаре, дорогие друзья, я хотел бы вам показать стратегию, дорожную карту, точку входа для общения с финансистами, институционными группами, страховыми, пенсионными фондами, ПИФами, предпринимателями, бизнесменами и так далее. То есть, есть определенная аналитика, которую я хотел бы, чтобы вы поняли и использовали в донесении информации потенциальным средним и крупным инвесторам. Друзья, если рассвет доткомов, который был с 92-го года по 2005-й год, то есть, что такое дотком? Дотком, то есть, точка ком, то, что произошло от интернет-технологии, то есть, порождение пятого технологического уклада многие корпорации, интернет-компании и так далее. И, соответственно, далее следовал кризис после именно вот рассвета доткомов. И, как раз таки, выходом из этого кризиса американская экономика увидела ипотечный пузырь, который надували, надували, он взорвался и взорвался уже в 2007-2008 году, причем так взорвался, что штормило всю мировую экономику. Россию на тот момент штормило в меньшей степени, так как цена за баррель нефти была достаточно приемлемая и, чего не скажешь о других странах. То есть, тогда начало штормить Грецию, Испанию и, в принципе, всю Европу. То есть, спасло, можно сказать, чудо от коллапса мировой экономики, но многие люди предсказывали это явление и более того, Майкл Бьюри, вот можете посмотреть фильм, замечательный фильм «Игра на понижение». Там рассказывается об истории, как Майкл Бьюри, Шион Capital Asset Management, то есть, институционный хедж-фонд, он им управлял, Майкл Бьюри управлял этим фондом и, соответственно, сформировал прибыль, несмотря на то, что S&P 500, то есть, это рейтинг показателей 500, 500 самых эффективных, самых востребованных корпораций, получил процентаж 4,5% за 5 лет, соответственно, с чего фонд получил 400 с лишним процентов. Почему? Потому что Майкл Бьюри угадал этот тренд и, соответственно, он получил прибыль буквально за год в сотни миллионов долларов, сам получил прибыль непосредственно 300 миллионов долларов, после этого он фонд закрыл, и более того, мне стало интересно, чем занимается сейчас этим человек, с 2005 года, точнее, с 2015 года он не инвестирует никуда, кроме как в питьевую чистую воду. Этот человек, который предсказал один тренд, я думаю, что он абсолютно чувствует второй тренд. Возьмем пример также то, что происходило с экономикой США во времена Великой депрессии, то есть спасением было как раз таки одно, то есть создание инфраструктуры, то есть я вам сброшу интересную статью, буквально вот сейчас в чате сбросили коллеги и Китай готов инвестировать 5 триллионов юаней, то есть 721 миллиардов долларов, это фактически 4% ВВП именно в транспортную инфраструктуру. Почему? Потому что вы видели в начале года, кто наблюдал как коробила экономику Китая и как биржи Китая действительно рушились и соответственно единственным спасением может быть модернизация кровеносной системы, кровеносных сосудов, соответственно транспортной инфраструктуры. И соответственно выходом из Великой депрессии для США было создание железнодорожных путей с востока на запад, то есть соединение штатов через мосты и так далее. И это как раз таки помогло нивелировать вот те негативные факторы, которые вызывал кризис Великой депрессии. И я не знаю сколько точно будет эпоха развития Транснет, предположим дату возьмем какую назвал Анатолий Эдуардович Ницкий, то есть то, что до седьмого технологического клада предположим идеальный случай, что инвестиций хватает и на мой взгляд их будет хватать, потому что эпоха Транснет сформирует десятки триллионов капитализацию и основу мировой экономики и соответственно с 2017 по 2027 год предположим этот период. Почему 2027 год? Потому что Анатолий Эдуардович Юницкий назвал цифру 20 лет, ну назовем 10 лет. Максимум это 37 год, если по максимальным таким прогнозам говорить. То есть с 2017 по 2030 и 37 года будет создаваться и длиться эпоха 6-го технологического уклада, эпоха сети Транснет и технологии Skyway. Соответственно чем будут заниматься мировые финансовые элиты, мировые финансовые фонды, инвестиционные группы, страховые и так далее. Тем же чем занимались в ипотечном рынке на самом деле. То есть они будут раздувать тот же пузырь уже из технологии Skyway, потому что мир так устроен дамы и господа. И как раз таки спасением от кризиса, который последует от раздувания этого пузыря, то есть созданию мнимой добавленной стоимости, ценности, активов, акций и так далее. То есть переоценка, создание деривативов, деривативов, деривативов и соответственно от этого будет складываться очередной кризис. И выходом от этого будет как раз таки седьмой технологический уклад. дамы и господа, великое счастье, что мы с вами уже знаем этот тренд. А теперь представьте и немножко переместитесь в будущее, представьте, что уже капитализируется ваша технология, наша технология и соответственно мы все начинаем получать дивиденды. Соответственно куда мы будем инвестировать? Естественно в адресные проекты. Когда ваши активы будут капитализироваться еще больше от адресных проектов, куда вы будете потом инвестировать? Естественно в ОТС. То есть ОТС я хотел бы чтобы вы все видели именно как наш вектор развития не конечный, но один из апогеев, потому что ОТС это на мой взгляд цель Анатолия Эдуардовича Юницкого, цель его жизни вывести промышленность в открытый космос именно в плане значимости весомого вклада в развитие экологии планеты и всего человечества. И поэтому многие люди, которые на сегодняшний день развивают проект Skyway активно, у них по какому-то воле проведения судьбы складывает все достаточно замечательно. И соответственно очень простая логика то, что естественно вот этот предстоящий кризис и после эпохи Транснет, потому что обязательно раздует мое личное мнение, обязательно если не будет мир поменен именно в плане мировых финансовых лиц, все так же произойдет. Конечно, часть будет покрыта новым мировым ВВП, но как говорится экономический коллапс, он как бы говорит технологические поре и эпохи к технологическому укладу, что пора переходить уже на новый технологический уклад. и тому сведения и также подтверждения вокруг железнодорожной индустрии также был так называемый можно назвать даже хайп, почему хайп, потому что это надуваемый пузырь вокруг Суэца и на самом деле вот этот замечательный период рассвета будет меньше, может быть меньше, чем у доткомов, но более мощный по капитализации и желающие уже смогут подготовиться уже к седьмому технологическому укладу к формированию сети уже Spaceway. И соответственно, дамы и господа, это логика, очень простая логика, надеюсь, что понятно донес общение с крупными инвесторами, то есть приведите им пример, каким образом мировая экономика выходила из кризиса, за счет чего она выплывала. На самом деле, дамы и господа, сейчас недавно объявила дефолт Пуэрто-Рико страна, в преддефолтном состоянии находится Венесуэла, и более того, несмотря на то, что, казалось бы, курс рубля укрепился, но посмотрим, что будет при наступлении отопительного сезона Соответственно, США и других стран, то есть ближе к концу осени, ближе к декабрю, скорее всего, будет ситуация не лучше, так скажем, чем в прошлом году. И единственным спасением Российской Федерации я лично вижу именно вот использование потенциала не только воды, а потенциал воды именно продажа пищевого льда, продажа русского холода, продажа чистой, питьевой, пресной русской воды, и как из озер, так и очень большое количество подземных озер, нам и господа, и также это залежи пресной воды, и всего лишь несколько процентов, то есть не более пяти процентов являются запасами пресной воды из всех запасов мирового океана. И, естественно, этот ресурс будет более серьезный по значимости и по капитализации тех корпораций, которые этим будут заниматься. И Россия на самом деле обладает огромным количеством полезных ископаемых, то есть это редкоземы, и редкоземы также будут использоваться для легирования и еще большего удешевления конструкции путевой структуры, струнной дороги по технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. И, дамы и господа, эти все потенциалы, они будут буквально в смысле закольцованы. И как раз таки Россия оказывается в центре эпицентра, в эпицентре развития событий, и действительно может стать не хуже, чем Арабские Эмираты, когда-то ездили на верблюдах, и, соответственно, сейчас ездят на Ламборджини, на Феррари, потому что обладают сырьевым ресурсом, наиболее востребованным на сегодняшний момент это нефть, у России есть все шансы вырваться вперед. И многие это прогнозируют, многие это предсказывают. на самом деле вопрос, каким образом распорядятся, и многие на самом деле, дамы и господа, не понимают ценность протокола рабочей группы от 25 марта, то есть 11 февраля технология была признана инновационной, я был очень сильно удивлен, когда я читал комментарии в социальной сети, что людям кажется, что 25 марта это вроде как уже размещали протокол, дорогие друзья, не размещали этот протокол, никто, кроме инновационности, не признавал технологию перспективной к внедрению и, соответственно, рекомендованной к применению в различных регионах Российской Федерации. Это такой шаг, очень весомый шаг к признанию, и, как сказал Виктор Бабурин, что это семимильная скорость, это фактически световая космическая скорость развития бюрократических государственных процессов, когда происходит признание технологии и то ли еще будет, то ли еще будет в Берлине, а потом последует сразу уже демонстрация и, дамы и господа, я вижу по своему окружению, те люди, даже кому я не говорю о проекте, все, естественно, наблюдают в социальных сетях и не поленитесь выложить в социальные сети новости о проекте, обязательно выложите фильм небесные дороги Юницкого, потому что оповестить для этого очень важно, как говорит наш эксперт Григорий Михайлович Мирошинченко, и когда-то к вам обратятся у каждого человека точка входа. И я хотел бы сделать такой небольшой промоушен предстоящих событий, вебинаров, мы готовим серию именно Skyway Capital обучающих вебинаров, на следующей неделе 19 мая я и Руслан Багиров мы проведем вебинары каким образом с помощью телефонных звонков по новейшим методикам и техникам продаж и в том числе по методике Джордана Белфорда можно будет с помощью прямой линии убеждения действительно людей в буквальном смысле рекрутировать просто на наш проект, не побоюсь этого слова, человек будет заинтересован и соответственно далее уже получено подтверждение и сейчас услышите информацию поставьте плюсики кому нравится эта информация получено подтверждение от одного из лучших трейдеров Российской Федерации консультанты непосредственно Сбербанка причем премьер сегмента он будет проводить обучение финансовой грамотности нет не Волк Солл-Стрит не Джордан Белфорд но Виктор Тарасов будет проводить обучение обязательно следите за этими бесплатными вебинарами потому что это финансовая грамотность которую я с нетерпением ожидаю чтобы впитать чтобы ее как обычно это дело спроектировать на проект Skyway дамы и господа это действительно гигант российской трейдерской индустрии это гигант финансовой грамотности финансовой мысли профессионал который доказал именно процентами при умножении своих капиталов в месяц и соответственно создание активов и управление этими активами в очень такой серьезный период и дамы и господа на самом деле сейчас настал тот период тот процесс когда присоединяются не только крупные инвесторы но и различные специалисты из различных сфер буквально как магнит притягиваются чтобы помочь развитию проекта Skyway и помочь естественно себе потому что они вступят на борт народного международного я бы сказал экономического ковчега и спасут не только свои семьи не только свои страны свои народы но и всю планету потому что недаром заключили недавно конвенцию ООН более 140 стран по глобальному потеплению и также ранее заключили конвенцию не помню какая точная конвенция по использованию пресной воды на самом деле дамы и господа сейчас тренды они не просто витают в воздухе это уже тренды которые абсолютно ощутимы и обозримы такие же тренды как неправильно выбранные тренды робомашин то есть это то что сейчас делает Google и Apple но возможно это отвлекающий маневр чтобы как раз таки ворваться с помощью транспорта второго уровня и завоевать рынок спасти утопающую американскую экономику Hyperloop Сергей Анатольевич немножко договорился то есть не с помощью народного финансирования а просто с помощью инвестиций несколько десятков миллионов долларов они привлекли это говорит о том что тренд транспорта второго уровня чувствуется мировыми финансовыми фондами и это действительно пьедестал который по праву может занять технология Skyway ну и соответственно с технологией все мы с вами благодарю за внимание дорогие друзья строй Skyway спасай планету строй Skyway и рассказывай проекте действительно каждому потому что 99% населения земли следует знать об этом проекте Сергей Анатольевич передаю вам слово ну тут я как раз тоже пока сейчас смотрел те статьи которые прошли Илона Маска Глази все они в чатах есть поэтому друзья когда будет возможность или желание посмотрите соответственно эту информацию она действительно очень интересна и с точки зрения кто занимается с анализом и для кого это все не пустой звук а я думаю что все таки не для того мы здесь собираемся вечером по 375 человек для того чтобы просто тратить время и не смотреть те материалы которые сегодня крайне интересны и крайне важны поэтому основная мысль которая сегодня подходит что изменения которые идут в экономике в сфере сегодня построения систем где мы живем то есть государственности и взаимоотношения они сегодня крайне будут изменяться изменяться они должны все в сторону только прогресса и только развития это тоже всем очевидно и если бы в свое время какой-то чиновник мне сегодня говорят а так как относится к нашему проекту там Путин там Медведев там не знаю не знаю там кто Вася Вездеперцев или там Леша Улюкаев вот то можно сказать друзья какая разница как они к этому относятся если бы тот же Медведев встал к грудью и сказал в начале 90-х что я не пущу интернет в Россию ну и что из этого бы было сегодня по-моему нет ни одного государства в мире которое не имеет интернета даже там в Северную Корею в которой сегодня есть ограничение сигнала буквально через два года когда Google и Microsoft запускают программу по бесплатному Wi-Fi по покрытию всей территории Земли то соответственно неважно пускаете вы не пускаете туда Wi-Fi будет доступен на всей территории Земли и никакие чиновники это не могли и не смогут остановить точно так же друзья когда время пришло никакая сила не может остановить открытие это в свое время сказал еще Дмитрий Иванович Менделеев поэтому мы сегодня подошли к тому что технология идет она крайне востребована она нужна всем она нужна экономическим системам она нужна крупным фондам она нужна каждому из вас потому что это сегодня изменит мир в сторону безопасности в сторону экологичности в сторону всеобщей занятости и вообще это как раз то ради чего и создана экономическая система чтобы делать людей счастливее и лучше и как раз вся экономика направлена на то чтобы люди могли пользоваться плодами цивилизации и мы сегодня с вами это создаем делаем и это сегодня запускается и делается и то что мы с вами находимся на острие этого экономического прогресса это говорит о том что мы в свое время в нужном месте получили информацию о том что создается и запускается такой проект о том что создается и запускаются такие компании что то что у нас была экономическая юридическая и финансовая возможность поучаствовать в этом проекте это друзья уже наш дальше выбор реализовывать использовать не использовать и я просто знаю очень много людей которые относятся к проекту очень скептически они говорят что у вас ничего не получится но на всякий случай инвестирует каждый для себя кто 100 долларов кто 1000 а есть у меня очень один хороший приятель который абсолютно убежден что мы занимаемся полной ерундой но инвестировал 150 тысяч долларов вот при этом посмеивается всегда и говорит что ну меня просто как интересно было вас поддержать но здесь друзья я могу сказать когда он увидел очень серьезные переговоры строительство и так далее то даже он я тоже могу привести такой пример что помните когда менялся дисконт был 2.9 коэффициент пересчета объединенной компании надо было заплатить там 100 долларов для того чтобы коэффициент увеличился в 3.5 раза так вот друзья даже обладая пакетом 150 тысяч долларов при пересчете он не преленился заплатить 100 долларов для того чтобы пересчитать по максимальному эффекту дисконта это говорит о том что как бы скептически и были настроены люди они все равно за этим следят и вот эта категория этого не может быть переходит а если это правда она всегда сидит очень глубоко у человека и рано или поздно она все равно начинает свое давать поэтому сейчас можете четко об этом говорить и допустите мысль что это правда а если это правда и исходя из этой категории начинайте принимать решения потому что большинство людей сразу перескакивают которые начинают очень активно верить и сразу говорить это правда беззаговорочно сегодня это беззаговорочная правда для очень узкого круга людей и еще раз друзья венчурность проекта определяется не качеством технологии с точки зрения качества технологии и ее реализуемости очень многие вещи особенно там для меня или тех кто находится в ближайшем кругу у Юницкого она понятна уже давно а вот друзья венчурность проекта которые могут внести внешние факторы вот это конечно друзья огромное количество которое мы не можем даже сегодня себе представить и если их сегодня фантазировать то можно нагнать таких страшилок которые сами можно себе и бояться и поэтому когда мы начинали у нас была одна финансовая система юридическое обеспечение была определенная команда которая делала со временем совершенствовалась юридическая схема совершенствовалась финансовая схема схема доведения информации и поэтому друзья мы сегодня пришли к тому к чему мы пришли это 360 тысяч зарегистрированных пользователей и соответственно более 60 тысяч уже активных инвесторов и это позволяет сегодня уверенно финансировать уже разработки и уверенно выходить на испытания сертификации которые запланированы в Берлине демонстрации на крупнейшей международной выставке а в октябре уже на крупнейшей презентации которая будет для крупных инвесторов и заказчиков поэтому друзья тоже к этому надо относиться очень большим пониманием тут был вопрос по поводу того что Хазин Делягин разочаровались в проекте или нет нет друзья просто мы перестали сейчас звать на наши для свое время они нам нужны были как флаг для того чтобы показать что такого рода экономисты нас поддерживают а сегодня друзья ну такой необходимости просто нет поэтому лично я считаю нет необходимости там допустим Мишу Делягина или Мишу Хазина сегодня звать на наши вебинары потому что все что они говорят можно почитать в интернете и сегодня очень многие вещи уже не так актуальны не так интересны как допустим год или два года назад еще вопросы которые задавали это в таком частном порядке я обещал ответить это по компенсации те кто участвовал в экофестивале вот здесь я могу сказать что ни в коем случае никаких нарушений обязательств не будет компания как обещала так компенсирует все акциями просто были праздники и технический персонал который занимается оформлением это были несколько ну там до конца мая все это будет компенсировано сделано в личные кабинеты поэтому нисколько не переживайте даже если это несколько затянется то это будет реализовано по тем дисконтам по которым и обещано вот поэтому этот вопрос больше прошу ну там не то что если вдруг вы попадете в ситуацию что вам это не компенсировано тогда обращайтесь пишите в техподдержку пишите Алексею пишите мне всегда с этим вопросом разберемся поэтому здесь нет никаких я думаю сомнений на этот предмет значит то что касается по рассрочкам и по дисконтам смотрите в личных кабинетах все условия сейчас прописаны до конца мая будут сохраняться те условия которые есть с 1 июня будут меняться и условия рассрочек и условия дисконта делается это друзья для того чтобы вы могли стимулировать свои планы и для себя выбрать наиболее для вас подходящий момент пакет чтобы вы могли финансировать каждый месяц для компании особенно сейчас июнь июль август крайне важно планировать свои расходы потому что очень важная предстоит работа очень важная демонстрация которая будет в сентябре и октябре и поэтому риск недофинансирования сегодня самый опасный поэтому сегодня очень важно в мае спланировать о том как будет двигаться работа поэтому мы всех вас будем призывать чтобы вы определились за май на какие пакеты вы можете подписаться какие вы обязательства можете на себя взять соответственно для того чтобы компания гарантированно каждый месяц имела объем средств для выполнения работ именно подготовки сентября и октября поэтому здесь я думаю мы должны очень друг друга хорошо понимать почему важность сегодняшней именно вот этой майской работы поэтому до конца мая мы вам будем вам это рассказывать объяснять привлекать к тому чтобы вы принимали решение и как показала практика апреля это очень действенная работа потому что и количество зарегистрированных новых участников проекта и тех кто для себя определился с регулярным инвестированием это тоже очень активно растет и это то что сегодня дает результат вот ну еще один такой я считаю не важный вопрос который мы очень много обсуждали но который потерял абсолютно всякую актуальность это гектар земли на Дальнем Востоке это друзья как всегда все превратилось в фарс это все превратилось просто в пустую работу потому что тот закон который приняли в 2016 году он дает право только пяти муниципалитетам выдавать землю в 2017 году обещается выдавать землю только для участников жителей Дальневосточного округа и только в 2018 году планируется дать или рассмотреть вопрос о том чтобы эта земля предоставлялась всем россиянам причем без инфраструктуры без возможности заниматься там какой-либо деятельностью кроме там по-моему сельского даже не сельского хозяйства а туризма и еще там каких-то вспомогательных поэтому задумка о том что это может быть стимулом для развития Сибири и Дальнего Востока как это декларировал Трутнев и Путин друзья как всегда это превратилось в свисток вот поэтому ничего здесь в этом нет страшного ничего в этом нет ничего необычного как раз к этому времени к 2018 году будет активно строиться дальневосточный транснет и те вопросы которые декларировали мы решим их само собой разумеющимся образом когда будет строиться инфраструктура и тогда можно будет спокойно делать я думаю что по мере того как этот проект будет постепенно ну скажем так умирать с точки зрения востребованности в 2017 году я думаю что мы найдем точки соприкосновения и с министерством по Дальнему Востоку и с полпредством на Дальнем Востоке для того чтобы предложить им нормальный механизм реализации а не тот свисток который они сегодня выдали и которым пытаются сегодня что-то доказать что что-то пытается сделать поэтому я могу сказать что на сегодняшний проект гектар не представляет никакого интереса никакой возможности с точки зрения проекта Skyway но тот кто живет вблизи пяти муниципалитетов или на Дальнем Востоке наверное зачем-то могут эту землю брать хотя без Skyway я не совсем понимаю зачем она в общем-то там пока нужна ну вот друзья это вот то что касается тех вопросов которые мы сегодня с вами затрагивали я считаю что мы очень серьезно рассмотрели и с точки зрения перспектив и увязки того что сегодня происходит вот поэтому друзья я с вами прощаюсь до следующих до следующей среды у нас как всегда будет 12-13 вебинар для Сибири и Дальнего Востока в 19-20 для европейской части также будет обучающий вебинар который будет проводить Алексей Суходоев с Лешей Багировым Русланом Багировым и соответственно Виктора Тарасова я тоже рекомендую вам не пропустить потому что этот действительно высочайший профессионал и его очень интересно послушать я думаю что во всяком случае не менее интересно чем Волка с Уолл-стрит Белфорда который обманул большое количество людей поэтому давайте друзья я рад что кто к нам посоединился и стал дальнейшим последователем видите здесь у нас как всегда есть новые люди это всегда радует поэтому в нашей компании людей которые понимают строй Skyway спасай Россию это не пустые слова а я могу сказать что друзья что до конца 16-го года начале 17-го года нас ожидают очень серьезные большие события которые будут выводить и проект на новый уровень и соответственно адресные проекты которые будут дальше развиваться ну и вообще понимание и подход к идеологии Skyway и Transnet в этом году очень резко изменится это тоже друзья будет результат нашей совместной работы и то что сегодня идет по ряду адресных проектов об этом мы еще будем дальше много и много говорить это лишнее тому свидетельство что-то переполняют масштабом этого проекта когда-то кто не верил в интернет что-то из-за подав Nor'an около по-